МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Владимир Николаевич, если обратиться к статистике, вообще увеличивается ли количество преступлений в преддверии праздников и в сами новогодние каникулы? Либо все остается на том же уровне, но граждан надо предупредить. Количество преступлений в праздничные дни немного увеличивается за счет преступлений, телесных повреждений, которые случаются во время распития спиртных напитков, коростоносительных преступлений меньше становится. В основном увеличение идет за счет преступлений насильственной направленности и мошенничества, где продолжаются разводки по телефону, по интернету, когда граждане сами отправляют деньги неизвестно куда, а затем идут заявления в полицию, когда их обманывают. Ну, Владимир Николаевич, тогда предлагаю обо всем по порядку. Вот все-таки начнем с мошенничества. Сейчас наверняка будут подарки заказывать через интернет, потому что, как считается, что это дешевле. А вот какие тут виды мошенничества могут быть? Ну, когда гражданин вот находит какую-то вещь на одном из сайтов, и ему просит выставить предоплату, он предоплату высылает, но сумма доходит иногда даже за 200-300 тысяч, ну и затем он, естественно, ничего не получает. Значит, мы начинаем работать по его заявлению, а человек зарегистрирован вообще неизвестно в другом городе, сайт неизвестный где зарегистрирован, что очень усложняет работу, ну и проходит длительный период времени до поиска преступника. Владимир Николаевич, ну вот вы сейчас назвали сумму 200-300 тысяч. Что же такое заказывают-то на 200-300 тысяч? Ну, заказывают вещи, заказывают понравившиеся машины, переводят предоплату. Ну, вот стоит машина, ну, фотография выложена автомашины, гражданину она понравилась. Он списывается с якобы владельцем автомашины, тот просит выставить предоплату, предоплату высылают, и в итоге ни денег, ни машины. Ну, вот что сами заявители говорят? Почему вот поддались, вот, не знаю, на удочку мошенников, как вообще не побоялись такую сумму переводить, или как-то говорят, что... Ну, это трудно объяснимо. Многие даже сами не могут объяснить, почему так поступили. Непонятно почему. Вот последний случай у нас также продолжается мошенничество, где сын попал в беду, звонят по квартирам, и вот последний случай в выходные дни был. Бабушка перевела 170 тысяч, неизвестно кому. А то есть каким это образом было? Ну, тоже позвонили ей, что сын попал в беду, пришел курьер, она деньги передала, курьер ушел. Вот, Владимир Николаевич, я так понимаю, находить таких преступников не очень просто, как вот неоднократно подчеркивала полиция. Ну, находить их трудно, просто уходит, ну, довольно длительный период времени для установления звонков, откуда звонили, кто звонил. Все это связано с тем, что по закону мы можем получать тарификации вот телефонных соединений, интернетовских соединений только через суд. Значит, и затем направляем эти судебные решения в компании, которые, ну, предоставляют нам протоколы соединения. Это очень длительный период времени. Ну, я так понимаю, эти мошенники вообще не в Череповце находятся. Ну, есть случаи, что и Чайповецкие мошенники. У нас и в этом году случаи были, где мы раскрывали преступления там по 5-10 фактов. Но основная масса мошенников – это иногородные жители. То есть это еще и командировка сотрудников уголовного. Да, командировки. Вот наши ездят в командировки сотрудники в Новосибирск, на Сахалин. Вот такие дальние точки. Сейчас по ряду уехали даже вот в находку необходимо ехать. Очень много случаев, где основная масса – это иногородные жители. Не ближний свет. Владимир Николаевич, ну, вот алгоритм, как действовать в такой ситуации, сотрудники полиции проговаривали не раз. Но я думаю, что не лишний будет еще раз проговорить. Итак, вот если дистанционные мошенничества, что делать, если, допустим, увидели понравившийся товар и просят предоплату? Просят предоплату, необходимо, наверное, все-таки уточнить, что этот сайт представляет из себя. Связаться, может, с кем-то, переписку, почитать граждан, которые уже приобретали какие-то вещи на этом сайте. Но если сайт неизвестен, или это какое-то одиночное объявление, ну, я просто не советую переводить деньги, потому что может быть мошенничество. Ну, так, скорее всего, и с квартирами. Люди сейчас поедут наверняка куда-то на каникулы, может быть, в Питер, Москву. Есть также объявления. Да, такие случаи тоже у нас есть. То есть таких тоже немало? Да. А тут какой алгоритм действий? Все-таки вот как нам понять, что квартиру мы в итоге не получим? Ну, тут то же самое, наверное, почитать переписку, связаться с хозяинами квартиры, может, еще какие-то дополнительные телефоны. Но лучше, наверное, всего есть за теле жить в тех квартирах, где уже кто-то жил от ваших родственников, знакомых, друзей родственников, которые уже знают, что их не должны там обмануть. Вот еще с вашим сыном попал в беду. Тут какой алгоритм? Что должны прежде всего понимать горожане? Что полиция или там другие какие-то правоохранительные органы никогда не просят деньги за то, чтобы выручить. Вот этот звонок, он сразу настораживает. Необходимо связаться с тем родственником, про которого говорят, что он попал в беду, другим родственникам своим позвонить, если тот по каким-то причинам недоступен. Но это все мы гражданам объясняем неоднократно и с вашей помощью в том числе. Ну, не действует это почему-то. Ну, видимо, вот люди думают, что вот сейчас действительно позвоню, а вдруг такая ситуация есть и вот как-то и не отмазать никого. Ну, то есть, конечно, вот как-то очень хорошо, убедительно, видимо, играют мошенники. Да. Ну, прежде всего, хотя бы перезвонить своим родственникам. Тогда, да. Это уже бы, наверное, помогло бы уточнить. Необходимо звонить родственникам своим, тому же позвонить, про которого говорят, что он попал в беду. Ну, хотя бы вот естественная человеческая реакция. Вот вам звонят, говорят, что, ну, там, ваш брат попал в беду. Так нужно, наверное, в первую очередь брату позвонить, что с тобой случилось, а не бросаться и отдавать деньги первому встречному. Вот что еще интересно, откуда мошенники знают, что у того или иного гражданина есть сын, дочь, брат, сват? Они вот действуют наугад, когда вот мы отрабатываем вот эти мошенничества и находим преступников. Вот у них находим целые списки телефонов. Вот начинается, образно говоря, телефон на 53, и они начинают отрабатываться вот эти номерные. Там по 100-150 звонков делали за день, и в итоге все равно кто-то оказывается, кто купится на это мошенничество, на этот звонок. Ну, а тут суммы тоже разные бывают, да? Ну, да, разные. Бывает, 700 тысяч отдают, но бывает и 30-40. То, что есть в наличии, то и отдают. Да уж, ну, будем надеяться, что меньше таких будет все-таки попаданий. Владимир Николаевич, далее хотелось бы поговорить про кражи, квартирные кражи. Эти преступления идут на убыль, тем не менее, все равно есть. Вот при каких обстоятельствах происходят? Ну, если чисто квартирные кражи, вот как мы считаем с принятновением, это 158-я часть третьцев квартир. Их меньше у нас совершено в этом году на 20 преступлений. В прошлом году за год у нас было 76, сейчас 57. Но у нас держатся кражи примерно на уровне прошлого года, где совершаются кражи во время распития спиртных напитков. Вот компания собирается, пьют, пьют, и затем пропадают какие-то вещи, деньги из квартиры, вот, у членов этой компании, которая употребляла спиртные напитки. Таких краж у нас зарегистрировано в этом году 487. Такие вот неблагодарные гости. Ну, разные гости бывают. Ну, то есть успевают еще и продать, да? Вот куда они вообще девают вот это награбленное? Как правило, хозяин или кто-то вот из членов этой компании засыпает, или кто-то раньше намного уходит. Успевают, если берут деньги, деньги потратить на какие-либо свои нужды. И бывает, что если вещи берут, то, ну, умудряются их продать, но и деньги также потратить. Вот недавно случай был у нас, пила компания из трех человек, девушка с мужчиной, с сожителем со своим. Значит, девушка уснула, они взяли ее карту, сходили с подругой в сауну, сняли деньги, потратили все эти деньги. И когда-то проснулась уже, ни денег, ни карты, ничего нет. Зато товарищи хорошо погуляли. Да, уж, конечно, ситуации. Ну, вот в алкогольном опьянении много преступлений происходит, в том числе в питейных, наверное, заведениях. Вот тоже, наверное, сейчас в преддверии праздников, и в праздники люди будут посещать такие заведения. Там что вообще творится? Какие заявления потом поступают? Там, как правило, у нас пропадают сотовые телефоны и женские сумки. Значит, в ресторанах, ну, к ним мы относим и пивные рестораны, у нас зарегистрировано 76 преступлений, на дискотеках 12, и порядка 40 преступлений, ну, в других общественных заведениях. Ну, вот, в основном у нас пострадавшие женщины, потому что состояние алкогольного опьянения, они все бросаются, забывают, оставляют на столах, даже забывают, где что оставили. И затем, когда уже приходит нормальное состояние, бросаются искать, и ничего нет. Вот легко ли находить вещи, которые потеряли пьяницы, скажем так? Ну, во многом это зависит и от работы сотрудников полиции, ну, и в том числе, что может вспомнить сама потерпевшая там, или сам потерпевший. Есть ли видеонаблюдение в данном заведении. Значит, очень много краш мы раскрываем, где есть хорошее видео. Значит, и мы благодарны руководителям этих заведений. А есть заведения, где вот, ну, тяжело раскрывается. А как часто заявители вообще ничего не помнят о прошлой ночи? Что произошло? Ну, в половине случаев примерно. А бывает? Особенно, вот, когда после употребления спиртных напитков, значит, выходят, садятся в машины, зачастую даже не могут вспомнить, какое такси они вызывали, на чем ехали. Это, ну, представляет дополнительные трудности при поиске преступника. Хотя вот многие вещи, значит, сами граждане, таксисты, вот, на тех машинах, они вот забывают гражданин, они потом находят и возвращают. Ну, то есть сознательность такая есть. Да, сознательность есть, да. А бывает такое, что бегут в полицию, говорят, мне обокрали, гулял там-то, там-то, а потом через какое-то время выясняют, человек вещи находит, просто где-то, ну, вот, потерял так, может быть, дома даже тот же паспорт. Ну, такие случаи тоже бывают. Такое тоже бывает, так что лучше, наверное, да, еще внимательно посмотреть дома. Да. Вот еще одно, кражи из магазинов. Как часто происходят, может быть, резонансные случаи? Ну, если подразделить кражи из магазинов, где вот, ну, простые, как мы говорим, преступники воруют продукты, питание, мелкие вещи, какие-то, одежду, и на те, которые, где вот совершаются уже профессиональными преступниками, которые вскрывают сигнализации, проникают, воруют какие-то золотые изделия, крупные суммы денег. Да, такие преступления у нас тоже есть, значит, мы над ними работаем, часть удается раскрыть, но часть, к сожалению, пока находится в работе, мы продолжаем работать. Вот, объявила полиция о том, что будет вознаграждение тем, кто поможет в поимке грабителей, которые украли золотые украшения с юбилея Победы 49. Есть ли кто-то подозреваемый? Ну, мы работаем по этому преступлению, а если, ну, будем продолжать работать, и подозреваемый наверняка появится. Просто отрабатывается в настоящее время ряд версий, кто мог совершить данное преступление. Владимир Николаевич, ну вот уже объявление-то появилось два дня назад, вообще были ли какие-нибудь звонки? Ну, это тайна следствия. Ну, может быть, так хотя бы чуть-чуть просто сказать, да, были, подтвердилось, не подтвердилось, можно не говорить. Когда раскроем это преступление, вас пригласим, вы снимите сюжет. Хорошо, спасибо. Владимир Николаевич, ну, еще одно такое вот преступление, скажем так, это связано с фальшивыми деньгами, вообще много ли таких преступлений, вообще где у нас расплачиваются фальшивыми деньгами, и как граждане могут отличить купюры? В этом году у нас возбуждено 16 уголовных дел по фактам фальшивого мнения, в основном это пятитысячные купюры, значит, которые очень трудно отличить от настоящих. Даже вот в банках их принимают, в магазинах принимают, они проходят через кассовые аппараты, а сбывают их преступники везде, в магазинах, на заправочных станциях. В основном эти преступники-кастролеры, которые вот проходят по ряду областей и сбывают купюры, которые вот, ну, фальшивые купюры. Как с этим бороться? Искать преступника. А легко ли это идти, раз они такие вот? Ужесточать наказание за данный вид преступлений, потому что, ну, вы, наверное, не помните, в советские времена за подделку документов была высшая мера наказания, расстрел, а сейчас вот преступникам, ну, дают смешные сроки, там, 2-3 года лишения свободы. Отсидели, да, потом снова печатать? Да. Ну, да, конечно. И, как правило, это выход из Кавказа, где, ну, основная база по производству фальшивых денег. Владимир Николаевич, снова верну вас к кражам. За последнее время люди стали говорить о том, что пропадают вещи из автомобилей около детских садов. Вот так ли это, много ли заявлений, и вообще, каким образом преступники проникают в автомобиль? Ну, если вот у нас в течение года общее количество краж из автомашин, она у нас уменьшилась где-то на 4%, то в декабре этого года у нас снова начали совершаться кражи с учетом сканера, со сканером, с применением сканера, где замки вскрываются, вот, электросигнализация вскрывается, и похищаются разные вещи, которые потерпевшие забывают в салоне автомобиля. Ряд краж у нас есть возле детских садиков, возле магазинов, значит, ну, тоже мы работаем над данными преступлениями, и я думаю, что результат в этом месяце будет по раскрытию данных преступлений. Что можно посоветовать людям сейчас в этой ситуации? Ну, не оставлять вещи в салоне автомобиля, по крайней мере, на виду. Потому что преступники, вот даже судя по тем кражам, которые вот уже совершены, они отслеживают, вот, подъезжает там мама к детскому садику, она выходит из салона с пустыми руками. Это значит сумка, телефон, ну, телефон может в кармане лежать, все осталось в машине. Сумка в машине, значит, кошелек в машине. Преступник вскрывает и забирает деньги, цены и другие какие-то вещи. Ну, а там достаточно немного времени, да, требуется, чтобы вскрыть автомобиль? Нет, немного, да. Немного у нас времени остается, Владимир Николаевич, ну, еще одна важная тема, которую хотелось бы обсудить, это безопасность дорожного движения. Как вообще у нас всегда в преддверии праздников? Увеличивается ли количество столкновений, увеличивается ли количество жертв? Вообще в городе может быть коллапс, если будет много столкновений. Вот что тут можно сказать водителям, пешеходам? Ну, благодаря усилиям мэрии, вы видите, дороги у нас чистятся, столкновения у нас, ну, мы держимся где-то на уровне прошлого года. По тяжести столкновений с человеческими жертвами чисто по городу у нас снижение практически в два раза. И снижение было по 11 месяцев по столкновениям на трассах, на федеральной трассе, которую обслуживает наш батальон ГИБДД, тоже было снижение. Поэтому мы обращаемся к гражданам, что вот во время плохой погоды, снегопада, все-таки постараться оставлять свои машины дома и добираться на общественном транспорте. Но если уж выехали, то быть внимательными. Очень много столкновений, когда не выдерживают дистанцию, невнимательные, резко применяют торможение, идущее сзади автомашина не успевает затормозить. Есть столкновения во дворах, где колея, колейность машину скидывает, и машина идет с превышением скорости. И человек не успевает затормозить, или ее сбрасывает в настоящую рядом автомашину. Владимир Николаевич, ну и последний вопрос, который успеваю задать. Вообще, как будет организована работа полиции в праздничные дни? Ну, полиция работы будет организована, как обычно, в праздничном режиме. До 50% сотрудников будут находиться на службе, на охране общественного порядка, значит, на мероприятиях, которые будут проходить возле праздничных елок. Значит, будет введен усиленный вариант несения службы. И надеемся, что все будет хорошо у нас в этом году. Ну, в праздники. Да, тоже надеюсь, что горожане все-таки не попадут в неприятную ситуацию. Спасибо, Владимир Николаевич, что пришли к нам в студию. Удачи вам и вашим сотрудникам в празднике. Надеюсь, что преступлений практически не будет. Спасибо. Ну, а я напоминаю, сегодня у нас в гостях был начальник УМВД России по городу Череповцу Владимир Иванов. Это была программа «Серьезный разговор». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин